здравствуйте это техника здоровья программа о технике которая помогает оставаться нам здоровыми и счастливыми и мы ее ведущие ольга лебедь и сергей рябов сегодня мы поговорим о таком лакомстве как мороженое всеми любимым и я расскажу вам о мороженицах зачем этот прибор нужен если так вокруг вроде бы с одной стороны очень много мороженого продается в чем преимущество его как они подразделяются оль скажи пожалуйста зачем тогда тратить время средства на приобретение мороженец когда сейчас это все доступно достаточно выйти из подъезда и зайти в магазин и выбрать то что ты хочешь на данный момент давайте попробуем сегодня в этом разобраться дело в том что мороженое которое продается в таком изобилии магазинах практически все вернее все содержит очень большое количество консервантов разных всевозможных стабилизаторов и каких-то и усилителей вкуса и сохраняющих внешний вид дополнительных химических веществ которые нам абсолютно не нужны даже я сама столкнулась именно с этой проблемой что выбирая себе казалось бы самое безобидное растительное мороженое сорбет оно оказывается содержит очень много различных добавок такие как и эмульгаторы стабилизаторы и гуаровая камедь соевая мука рисовые отвары какие-то обезвоженные то есть там целый целый список ешек чтобы был до красивый товарный вид и чтобы это дело хранилось и чтобы была именно вот так красивая такая пластичность за что мы любим мороженое к сожалению в данный момент производители заботятся больше о маркетинговой стратегии нежели о здоровом продукте все верно главное чтобы был красивый товарный вид и очень длительный срок хранения чтобы это все окупалось да эта история печальная мы сегодня попробуем ее исправить я хочу еще отметить что весь интернет пестрит очень большим количеством рецептов мороженого домашнего когда вы просто все мешаете рецептов правда как большое количество и потом морозилки измораживаете но в чем преимущество именно мороженец мороженицы делают мороженое как положено пластичным эластичным без кристалликов льда потому что если вы его не перемешиваете а просто ставите в морозилку к сожалению то есть вода там содержится и там будут кристаллики льда она не будет такой консистенции правильный как должно быть мороженое оля расскажи тогда пожалуйста о тех мороженицах которые представлены у нас здесь на столе в чем их разница я расскажу о самых главных принципиальных отличиях есть полуавтоматические автоматические и профессиональные полуавтоматические это когда мороженица представляет собой такую термос чашу в которой в стенках содержится хладагент то есть внутри там запаян но как в термосе хладагент и эту чашу надо предварительно замораживать в морозилке при минус 18 градусов от 18 до 24 часов хладагент накапливает вот эту температуру и потом постепенно будет отдавать перед работой поставил в морозилку вернулся с работы еще немного подождал и уже можно готовить ну да хорошо когда наверное может постоянно стоит в морозилке чтобы вы в любой момент достали и когда вам захотелось сделать мороженое еще одна такая важная деталь ни одна из мороженец даже больших профессиональных не вымешивает смеси например как либо печка когда вы бросаете все ингредиенты она сама там размешала вам любая мороженица замораживает уже готовые до готовая смесь ты сначала вы должны это сбундерить вы просто наливаете все что она делает это просто замораживает при постоянном помешивании и именно это и создает вот эту ту пластичность которая нам нужна изначально то есть это и есть главная особенность да да то есть аппарат ну как бы очень простой ничего такого замысловатого нет и когда вы делаете мороженое дома если вы хотите максимально приблизить к той консистенции которая нужна надо тогда через каждые пять минут доставать мороженое перемешивать его хотя бы там чем-то вилочкой ложечка и потом опять ставить вы достали замороженную чашу налили сюда готовое пюре какое-то ягодное включили ее ровно через полчаса ну 25 там 35 минут у вас приготовилась мороженое вы его достаете хладагент еще остается немного в чаше на вторую порцию никогда не хватает его то есть даже не пробуйте это сделано для того чтобы немножко могли похоронить в этой чаше если что мороженое то есть вы его должны достать чашу полностью разморозить иначе вы не сможете помыть будет просто тряпка прилипать внутри то есть помыли все это дело и заново положили в морозильную камеру чтобы она опять у вас следующие 24 часа опять набирала этот ход ну то есть и когда вы захотите следующую порцию сделать но это будет только через через сутки да у меня такой вопрос какой выход уже готового мороженого нас по объему получается вот такой чаши как правило в любой мороженице выход мороженого это две трети от заявленной чаши то есть если здесь это полтора литра то выход мороженого будет где-то 800 900 до 900 миллилитров она уменьшается получается не рекомендуется полностью загружать потому что видите здесь у нас лопатка ходит вот поэтому она всегда загружается на две трети и соответственно такой же и выход идет мороженое автоматически мороженицы отличаются тем что есть мотор вы в любой момент захотели когда мороженое также наливаете в это ведерко и включаете через полчаса у вас готово мороженое вы это ведерочка достали 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 и выложили его помыли можете сделать следующее мороженое то есть подряд да конечно в этом и плюс для большой компании мне кажется самое то ну обычно люди расходятся и у них очень много видов разного мороженого можно сделать из манго какие-то сорбеты можно делать сливочные пломбиры такие же растительных растительной основе он на вечер можно устроить то есть здесь конечно удобств гораздо больше и далее чем идут подороже мороженицы тем больше функций например у них добавляется такие как автоматическое отключение то есть а мороженое сама определяет когда мороженое приготовилось ну по сопротивлению что уже там совсем смесь густая она и отключает и переводит в режим хранения еще может несколько часов постоять у вас похорониться то есть вы можете спокойно уйти а мороженое у вас будет готово готовы вас ждать дома вот и профессиональные модели уже более дороже они отличаются более большими чашами то есть лопасти сделаны например уже с нержавейки они из пластика собственно и у них еще есть функция пастеризации такое значит это значит что также как молоко пастеризует чтобы она немножко подольше хранилась считается что это удлиняет срок хранения ну не бесконечно но в любом случае что это естественно без добавок каких то то есть она сначала нагревать где-то до 70 градусов а потом охлаждает вот это но это уже профессиональная мороженец это больше пяти литров когда чаша небольших кафе идет или мини производства да она как правило раза по два в три побольше а это вот такие компактные домашние модельки по производителям я хочу сказать они очень разные например вот эта китайская модель представлена хотя вот вроде бы она такая красивая на самом деле она одна из самых бюджетных вот но все же на рынке конечно ценится итальянский италия это родина мороженого буквально такая и фирма немокс один из лидер мировых больших который поставляет 45 стран и с 86 года то есть все более совершенствует свое производство и правда качество и материалов и международная сертификация соответствует оля я как обычный потребитель который хочет приобрести мороженец у меня миллион вопросов естественно самые главные масштабные вопросы это стоимость габариты производительность мощность вот ты бы что посоветовал есть недорогие модели полуавтоматические они идут буквально там от двух тысяч и где-то до 10-12 тысяч в основном я бы все равно посоветовала как-то брать все же не китай и италию безусловно после даже множество тестов у нас есть и сравнительные обзоры все-таки италия вот она как-то италия мама так скажем и папа тоже вот поэтому старайтесь по возможности все-таки выбрать итальянский бренд если у вас совсем не вы не такие уж прям сильные любители мороженого либо можно купить какой-то бюджетный полуавтоматический вариант вам этого хватит то есть то что здесь выйдет мороженого 700 800 грамм уже до получается в принципе это хватит покушать и но через сутки сделайте еще мороженое в морозилку положить вам достаточно будет если семья у вас побольше и вот мороженое все-таки идите почаще то может быть стоит приобрести и автоматическую мороженецу то есть все по бюджету автоматически мороженец начинаются от 16 где-то тысяч это китайские модели итальянские где-то 28 то есть за 30 тысяч вот это в частности модель стоит 30 35 немножко с разными модификациями она уже прекрасно обслужит вам наверное ну десяток лет как минимум а то может быть и больше мороженец их можно готовить исключительно мороженое или это как блендер универсальные средства нет нет еще раз повторюсь что ни одна мороженец как блендер не не используется точно единственное в чем еще плюс здесь можно в этой емкости охлаждать бутылки с напитками как -то шампанское по празднике может быть если надо что-то срочно сделать это вот один из таких маленьких и хранить лайфхаков в принципе да хорошо мы готовы перейти уже непосредственно к моей любимой части к изготовлению да конечно я сделала уже пюре это клубника клубника немножко добавила фруктозы потому что они сильно сладкая попалась просто сблендерила в блендере мы можем вылить эту смесь в мороженицу и минут буквально через 25 у нас будет хороший такой настоящий клубничный сорбет можно добавить вот сюда ягод то есть процессе и ну-ка немножко усложнить а можно орешков кокосовые стружки но это уже так то что мы добавим перемолотые ягоды это никак не помешает а мы их добавим в конце когда уже мороженое практически готово да и они останутся целые и они будут как раз у вас очень красиво мы как раз это все посмотрим а еще я заранее сделала облепиховый сок то есть у меня есть замороженная облепиха пока еще не сезон на шнековой соковыжималки я выжала с нее сок на крупной ситочке ситечки получился и у меня остался жмых так вот у нас сегодня будет такое немножко безотходное производство из сока мы сделаем такой же сорбет добавим немножко фруктозы и сделаем мороженое а вот из жмыха я его предварительно высушила в дегидраторе мы выжмем масло настоящее облепиховое наш облепиховый сок но все же я бы хотела начать с шоколадно-сливочного мороженого чуть посложнее делается мне хочется показать это на камеру оль насколько я знаю мороженое делается на основе натурального молока а здесь у нас не представлено никакого вида из молочной продукции на столе как же у нас вот есть прекрасное кокосовое молоко от кокосовой коровы вот на нем же мы и сделаем и вы попробуйте что этот вкус будет ничуть не не менее сливочный чем наш такой классический которым привыкли с детства а на сколько жирность будет отличаться данного мороженого от того что сделано основе натурального молока молоко тоже ведь может быть и сливки могут быть кокосовый то есть вы можете сами это регулировать либо разбавляя немножко водой если вы не хотите чтобы так было жирно либо уже выбрать более жирные сливки ну хорошо давай переходить тогда самому процессу для приготовления нам понадобится блендер выставляем блендер так сок немного подождет вот насколько универсальная вещь блендер мы уже не рассказывали ранее наших передачах и сегодня он нам снова пригодился что мы берем стакан фиников они предварительные их замочила я не без косточек да они уже без косточек очищены здесь полстакана кэраба это кора рожкового дерева по вкус очень напоминающий как а абсолютно растительный компонент немного добавим какао бобов и нам понадобится авокадо авокадо в мороженое да а для чего как раз вот для этого сливочного жирного в коса профессионально это было я же напрягся слегка и вот тогда аккуратненько отделяем от шкурки авокадо лучше брать помягче а вот интересно придем магазин как выбрать авокадо помягче просто нам на ощупь обычно можно всегда пощупать вот это около хвостика до около хвостика но это должно быть немножко мягенько это ну первый признак такой что авокадо уже спелые ну либо купить твердые и они у вас дома дозреют авокадо очень хорошо зреют если их положить вместе с яблоками оль а зачем нам нужен авокадо насколько я знаю вы используете только в салатах нет авокадо очень широко используется в кулинарии в частности и в кондитерке так как он именно и придает вот этот сливочный такой жирный насыщенный вкус само оно по себе достаточно нейтрально но если вы хотите придать вот эту консистенцию такую сливочную да то авокадо прям просто незаменим берем кокосовое молоко здесь пол литра и все пол литра мы да да можно взять кокосовые сливки если вы захотите еще пожирнее сделать а вот либо чуть-чуть разбавить но раз мы готовим сливочное мороженое значит у нас будет она сливочное как положено закрываем закрываем и поехали оля наше пюре перемешивалось порядка одной минутки да то есть это все достаточно быстро быстро конечно теперь мы его просто перемещаем нашу мороженицу автоматическую модель надо включить за пять минут чтобы она просто уже прогрелась немножко так готова была ой лопатка я вижу тебя в руках должен как это специально достаточно взять обычную это хозяйственную лопату можно на даче позаимствовать и запускаем включаем мотор здесь автоматически она останавливается время засекать не стоит нет эта модель проще она автоматически не ну что прошло порядка полчаса выключаем выключаем так действительно наше ведерко в принципе даже можно вот его вынуть мы сейчас будем что делать выкладывать пробовать это моя самая любимая часть программы наше целое ведро мороженого и она превосходной консистенции пластичная такое однородная без кристалликов льда ну и самая первая проба серёжа тебе это мне конечно спасибо а потом оператора фукости вот это действительно очень вкусно я могу еще сливочный получился да получилось все это о чем мы говорили ранее только вот у меня один вопрос можно вот немножечко вот это побольше побольше насесть на это мороженое конечно серёжа все дайте спасибо следующее будет половник по размерам теперь мы сделаем клубничное мороженое вернее сорбет и для чистоты эксперимента хочу немного отложить этого фруктового пюре поставить в морозилку а вторую часть мы сделаем мороженец и потом достанем и сравним что получилось вот здесь есть одна небольшая проблема попробовав уже первое мороженое до его приготовления я думал что полчаса это очень быстро когда его попробовал понял как это вкусно хочется это не так долго а а еще я хочу немножко добавить сюда ягод и она будет у нас посложнее и получится внутри таки ягодные вкрапления сюрпризы мороженое сюрпризы да здесь у меня голубика голубика и черника запускаем все готово даже можно пробовать уже можно пробовать так напомним на здесь что было клубничное пюре я добавила немного малины и целые ягоды и голубики для красоты получилось ли аж дух захватило вот это очень вкусно абсолютно вот прям хочу сказать то что вкус очень напоминает именно настоящие мороженое которые продаются впервые либо в испании на майорке лично там был пробовал и действительно такие чувства что взяли свежие ягоды заморозили их и тут же тебе падали очень хороший очень местно очень правда какая красота а вот кстати то что у нас получилось когда мы просто бразилки заморозили это тоже можно попробовать конечно я возвращаю меняю он какая прекрасная передача чувствуется ли кристаллики льда совсем самую малость вот здесь сама малость в мороженом нет совершенно но и конечно чувствуется то что там есть еще дополнительные ягоды а здесь исключительно клубника вот ну вот облепиха на самом деле тоже можно я тоже чуть-чуть обучивали их и очень самая любимая ягода моей бабушки видишь добром слову бабушка вспомнили хочу сказать что лично я ягоду облепиху не люблю но вот именно мороженое из него видно очень вкусно такой летний вариант потому что она кисло-сладкая и такая легкая кислость она очень приятная каш чуть горчинка даже вот это есть приятная такая которая природная так но осталось у нас что осталось наше шоколадно-сливочная и как я вижу но посыпано у нас как чуть-чуть украсили до кокосовой стружкой ну давай ты первая а я за тобой поскольку я его пробовал когда она настолько приготовилась украсили его кокосовой стружкой и мне очень нравится что все неприторное и очень нежно и не сладко то есть вот здесь прям на друзья здесь абсолютно нет сахара вместо сахара здесь идут финики напомню что здесь были финики караб какао бобы чуть-чуть для более яркого вкуса авокадо и кокосовые сливки то есть авокадо вместе с кокосовыми сливками сливками нам дал именно вот этот такой жирный сливочный вкус но на самом деле десерт удался я считаю удался однозначно спасибо ну а что ж мы будем тогда прощаться с вами были мы ольга лебедь сергей рябов оставайтесь здоровыми и улыбайтесь чаще до свидания и больше кушайте полезных десертов они очень продлевают жизнь всего доброго до свидания так я продолжаю это передача закончилась а я я еще здесь это божественно ну ну чиз вдвоему вдвоему я ねぇ Продолжение следует...